Добрый день, ребята! Я Белоусов Тарас Дмитриевич, старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа и режиссер Московского драматического театра на Малой Бронной. Тема сегодняшнего урока сценическое внимание. Тарас Белоусов, старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа, режиссер театра на Малой Бронной, мастер проекта «Поколение М». Пожалуйста, закройте глаза и послушайте все звуки, которые сейчас в нашей аудитории. Послушайте, что за дверью. Послушайте, что на первом этаже. Откройте глаза. Скажите, удавалось увидеть картинку? То, что я вас просил? Да, конечно. Внимание – это волевой процесс, которым вы должны управлять, научиться сами. Мы направляем свое внимание на определенный объект, находясь на сцене, но это применительно их жизни. Вот смотрите, что происходит с вашим вниманием, когда у вас не получается решить какой-то пример. Послушайте улицу. Только улицу. Откройте глаза. Удалось удержать? Сложно? Да, конечно. Вы слышали, вы находились здесь и сейчас, но при этом усилием воли вы старались держать картинку. Возникло вот это вот ощущение, как мы его называем «Держу», «Держу». Это и есть работа с вниманием. И вот сейчас давайте поговорим на такую тему, как групповое внимание. Я снимаю внимание с себя, с себя любимого, и направляю его в круг. На, на партнера. Пожалуйста, давайте сделаем упражнение «печатная машинка». Представьтесь, пожалуйста. Орел. Слон. Лев. Крыса. Собака. Жираф. Тайя, повтори, пожалуйста, всех. Орел. Слон. Лев. Крыса. Собака. Жираф. Очень хорошо. Помни, пожалуйста, приготовились. У нас есть четыре движения, да? Помним. Машина едет всегда. Это будет хлопок об колени. Правая рука. Левая рука. Договорились? Пожалуйста. И не спешим. Жираф. Крыса. Крыса. Орел. Орел. Ебу. Лев. Жираф. Жираф, не спи. Задумался, да? О чем ты подумал? Все. Внимание улетело. Ты снял, снял задачу. Задача держать ритм. Задача находиться в партнере. Задача слышать партнера. Еще раз, пожалуйста. Собрались. И Леша начнет. Крыса собака. Собака леву. Лев ору. Орел слону. Слон крысе. Крыса слону. Вот сейчас у нас находятся, да, камеры. Мы в других предлагаемых обстоятельствах, в острых предлагаемых обстоятельствах у вас появился зритель. Вот, понимаете, а когда мы выходим на тысячный зал, это же просто черная дыра. Зритель, софиты, рампа. Вот как внимание должно быть у нас собрано и должны, да, мы уметь его переключать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожалуйста, давайте сделаем еще одно упражнение. Упражнение «тройка». Сейчас ребята по кругу будут читать до бесконечности, считать. Но если на их пути попадается число, в котором есть три или которое делится на три, они не проговаривают это число, а они просто хлопают вместо этого. Пожалуйста, закрыли глаза. Улыбаемся. Вы счастливы? Море, лето, песок. Кирилл, начинай. Один. Два. Четыре. Пять. Семь. Восемь. Десять. Одиннадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Стоп. Пятнадцать делится. Ни один педагог, ни один учитель, ни ваша мама, ни папа, никто не может включить ваше внимание. Вы должны научиться включать его сами. Мы не знаем, какие звуки, какие мысли к нам могут влететь в голову. Что может случиться? Какая неожиданная новость нас может застигнуть, да, врасплох наша задача, да, так развить свое внимание, что оно случилось, но все, это потом, это потом. Я вам даю такой вот совет. За какое бы дело вы не начали бы браться, пожалуйста, перед входом в институт все свои проблемы, все свои желания в воображаемый рюкзак положили. Все оставили перед проходной, пришли в институт, я занят только, задача партнер, задача партнер. Ведь по сути, то, что ты сейчас решал, это же ты играл сцену, ты играл сцену, где тебе надо быть внимательным, ты был продуктивен, целесообразен, ты был здесь и сейчас. Да, конечно, все мешает, но ты сейчас продемонстрировал усилие воли. Ребята, сегодня мы поговорили о таком понятии, как сценическое внимание. Я надеюсь, что вы поняли, что необязательно учиться в театральном вузе, посещать студии. Работать с вниманием можно и в домашних условиях. Есть множество разных упражнений, которые просто помогут вам развить ваше внимание и применять его в жизни. Смотрите также и другие уроки на сайте проекта «Поколение М». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова